Прежде, чем мы вам покажем наш выпуск, мы предлагаем вам подписаться на наш канал и оставлять свое мнение в комментариях, а также не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы первыми посмотреть выпуски от нашего канала. Мы есть абсолютно во всех социальных сетях, становитесь участником любой сети или даже всех и познавайте новое и интересное об истории нашей Земли и, конечно же, о динозаврах. А мы начинаем! Человечество уже достаточно давно не только существует на планете Земля, но и заняло главенствующую нишу во всем мире. Наш интеллект чуть ли не с каждым столетием становится на порядок выше, достаточно быстро, но все люди появились сравнительно недавно по сравнению с теми же динозаврами. К примеру, один вид какого-нибудь динозавра просуществовал несколько десятков миллионов лет, а вид под названием «Человек разумный» — всего несколько тысяч. А если бы те древние предки человека пользовались услугами опытных репетиторов из команды Тетрика, то весь эволюционный путь стал меньше на тысячу лет. Тетрика — это совершенно новый подход к изучению школьной программы с помощью интерактивной платформы онлайн-уроков. На платформе Тетрика вы сможете подготовиться к сдаче любого государственного экзамена, закрыть пробелы в знаниях по любому предмету, подтянуть свои оценки и сделать домашнюю работу. Также на Тетрика можно подготовиться к начальной школе. Каждому ученику вводный урок совершенно бесплатно. Все преподаватели на платформе Тетрика применяют индивидуальный подход к каждому ученику, благодаря чему учеба для ребенка становится интересной и захватывающей. И каждый преподаватель проходит жесткий отбор, поэтому здесь работают только лучшие из лучших. Переходите по ссылке в описании и погрузитесь в удивительно интересный мир онлайн-обучения. Жаль, что доисторическому предку человека это было недоступно, иначе эволюционный путь человека был бы гораздо короче. Как известно по теории Дарвина, человек произошел от обезьяны, и мы все привыкли так считать. Нас обучают именно по системе обезьяна-человек, и эта теория стала именем нарицательным. Но нам интересно, какова была цепь событий, произошедших еще раньше. Если человек произошел от обезьяны, то от кого произошла сама обезьяна? И мы попытаемся выяснить это в нашем выпуске. Согласно опять же теории дядюшки Чарльза, все существа, жившие и живущие на Земле, произошли от одного простейшего организма – археи. И этот организм появился миллиарды лет назад. Это была самая простейшая форма жизни, проще, чем амеба. И с каждым проходящим миллионом лет форма приобретала новые клетки и приспосабливалась к меняющимся условиям на планете. У этой формы появлялись различные дополнительные органы, которые потом дополнялись, изменялись, исчезали и вновь появлялись. От археи произошли эукариоты – организмы, клетки которых имеют ядро. Процесс длился тысячами лет. 600 миллионов лет назад появились билотерии. И потом уже эти формы организмов стали делиться на две группы – простейшие и сложные. Бывало и такое, что сложные формы намеренно уничтожали простые организмы. Доисторическая природа устанавливала свои правила. Правила порой удивительные и непонятные. Почему же формы не остались в своем первоначальном виде? Это было связано с изменениями климата и изменениями самой природы. Первоначальные одноклеточные всегда пытались приспосабливаться к погодным условиям. К примеру, какие-то бактерии, попадая в холодные воды океана, старались приживаться и климатизироваться к минусовой температуре. Другие же, наоборот, старались выжить в жарком водном климате. Проходили миллионы лет. Организмы превращались в примитивные существа. Из этих существ появились первые позвоночные рыбообразные – острокодермы. Проходили опять миллионы лет. И наша Земля представила новых живых существ – панцирные пластинокожие – плакодермы, которые жили в Дивонском периоде. Изначально плакодермы были маленькими и беззащитными. Но спустя еще миллионы лет из безобидных плакодерм появились настоящие монстры. К примеру, денихтисы. Денихтис в переводе с греческого – ужасная рыба. Эти хищные гиганты достигали до 11 метров в длину. Именно костные рыбы послужили началом масштабной эволюции на нашей Земле. Костные рыбы распались на три вида. Первый вид дал начало практически всем обитателям водного мира. Второй вид послужил трем группам морских обитателей – двоякодышащим рыбам, которые помимо жабр имели еще и легкие и могли дышать воздухом. А вот третий вид самый важный. Его образуют кистеперые рыбы, которые и считаются основоположниками и предками всех сухопутных существ. Таким и была рыба тикталик, появившаяся из воды на сушу 375 миллионов лет назад. От кистеперых рыб появились первые наземные позвоночные. Одни из первых земноводных – это ихтиостеги и акантостеги. Эти существа обладали множеством рыбьих признаков. Но у них уже были сформированы конечности, на которых они могли передвигаться по суше, хотя и очень неуклюжи. И без помощи водной стихии они обойтись не могли. 330 миллионов лет назад появились первые амниоты, то есть животные, которые откладывали уже не икру, а настоящие яйца. И этим животным ученые дали название, которое очень известно – рептилии. И именно эти животные дали начало трем группам, названия которым – анапсиды, синапсиды и диапсиды. Анапсиды и диапсиды были объединены учеными в группу завропсидов. И именно завропсиды дали начало жизни динозаврам, а затем и птицам. И вот уже 300 миллионов лет назад синапсиды в пермском периоде стали стремительно изменяться, открыв цепь разнообразных животных, первыми из которых стала группа пеликозавров. Один вид из этой группы стал димитродоном, о котором мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Димитродон был огромной рептилией и стоял около вершины пищевой цепи. В середине пермского периода от пеликозавров произошли терапсиды, и после пермского вымирания, в ходе которого вымерло 90% живых существ, от терапсидов осталась в живых одна группа, название которой – цинодонты. Кстати, цинодонт представлял из себя оба вида животных – и хищников, и травоядных. Но так как после вымирания диопсиды начали активно эволюционировать, и от них начали происходить первые динозавры, то цинодонтам пришлось развиваться в обратную сторону. Они вновь стали мелкими, и им пришлось прятаться в норах от более развивающегося вида. Но все-таки цинодонты выжили, и несмотря ни на что продолжили рост эволюции. От них начали происходить млекопитающие. Одним из первых млекопитающих считается мегастрадонт – небольшой зверек в длину около 10 см. И именно от этого маленького животного, похожего на мышь, вполне вероятно произойдет и человек спустя 200 миллионов лет. Мегастрадоны были похожи на современных землероек, и скорее всего эта способность прятаться глубоко в земле и помогла им остаться в живых, когда многие другие виды погибали от зубов хищников. Примерно 165 миллионов лет назад появился новый вид животного – касторокуда. Образ жизни ее был схож с образом жизни бобров и утконосов, поэтому этому животному было дано такое название, которое переводится «подобный выдре». Позже, 150 миллионов лет назад, появился еще один вид млекопитающих – фрутофосор. Этот зверек напоминал чем-то крота. При постоянном нахождении под землей это помогало ему прятаться от хищников и выживать долгое время. Спустя время появилось большое количество млекопитающих, которых ученые включили в отряд, и который дал начало новому виду – приматам. Такие грызуны, как Пургаториус и многие другие животные входили в отряд эуархантаглиров, и уже от этого отряда появились глиры и эуарахонты. От глиров произошли зайцеобразные и современные грызуны. От второй группы появились приматаморфы и тупаи. Тупаи – это предки современных белок и крыс, а название приматаморфы говорит само за себя. От них произошли шерстокрылые или кагуаны, которые представляют из себя зверьков, похожих на современных белок летяг. От них происходят два современных вида и около пяти ископаемых родов. И вторая ветвь – приматаморфы – это сами приматы, один вид из которых – это будущий человек. Но именно такие млекопитающие, как Пургаториус, были предками приматов, а впоследствии – человека. Приматы же распределяются на два отряда – обезьяны и полуобезьяны. Если вы хотите подробно узнать про путь обезьяны к человеку, то смотрите выпуск, который вышел ранее. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте палец вверх и комментируйте свое мнение. Не забудьте нажать на колокольчик, который поможет вам первыми посмотреть новые и интересные выпуски от нашего канала.